Железнодорожный транспорт Стремительно развивающиеся мегаполисы 21 века предъявляют качественно новые требования к своим субъектам и, в частности, к вокзальным комплексам и сопутствующим сооружениям их инфраструктуры. Российские железные дороги ставят целью достижения мировых стандартов обслуживания пассажиров и в 2009 году запускают программу по модернизации железнодорожных вокзалов страны. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин На сегодняшний день совокупная длина железных дорог России превышает 85 тысяч километров. Этой длины вполне достаточно, чтобы проложить два железнодорожных пути вокруг Земли. Для обслуживания транспортной сети такого масштаба построено более пяти тысяч станций и вокзалов. Более ста лет назад, когда братья Любьер снимали свой первый фильм о прибытии поезда на вокзал Ласиоты, железнодорожные коммуникации уже соединяли крупнейшие населенные пункты. Первые вокзалы служили ключевыми зданиями городской среды, а их архитектура зачастую опережала свое время. На вокзалах той эпохи смело применялись сверхсовременные технические достижения и новаторские решения. Появление железных дорог и вокзалов в частности спровоцировало стремительное развитие городского и пригородного пространства, оставляя здания вокзальных комплексов в самых центрах мегаполисов. Всего в России насчитывается 508 вокзалов. Только в Москве расположено 9 из них. Это Рижский вокзал, Савеловский, Белорусский, Киевский, Павелецкий, Курский, а также узлы так называемой площади трех вокзалов – Ярославский, Казанский и Ленинградский. Скоростное сообщение между столицами позволяет пассажиру уже через 4 часа очутиться в центре Санкт-Петербурга на Московском вокзале. Другие направления представлены здесь Финляндским, Витебским, Балтийским и Ладожским вокзалами. 21 век знаменателен не столько скоростью появления новых технологий, сколько быстротой их внедрения в повседневную жизнь. РЖД – крупнейшая российская транспортная структура, в силу своего масштаба требующая сегодня все большей оперативности решений. Одна из ключевых программ компании – реконструкция и развитие железнодорожных вокзальных узлов. Основная задача этого направления – модернизация крупнейших российских вокзалов и превращение их в высокотехнологичные многофункциональные пассажирские транспортно-пересадочные узлы. В рамках программы будут реконструированы десятки вокзалов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и других крупных городах. Концепция модернизации вокзалов ставит целью достижение мировых стандартов обслуживания пассажиров. И речь идет не только о реконструкции самих зданий. Российские железные дороги ставят целью создать максимально комфортные условия для пассажиров, упростить получение информации и заказ билетов, а также сделать вокзал не просто пунктом отправления или прибытия поездов. В соответствии с долгосрочными планами компании, на базе вокзалов планируется начать создание многофункциональных пассажирских интермодальных комплексов. Все больше вокзалов будут модернизированы для приема сверхсовременных поездов. Вокзалы в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде уже получили такую техническую возможность. Аналогичные улучшения планируются и для вокзалов финского направления. Выборгский и финляндский вокзалы будут реконструированы и обеспечат посадку на скоростные поезда Петербург-Хельсинки. При проектировании зданий вокзалов архитекторы прошлых столетий вряд ли рассчитывали на поезда, развивающие скорость до 250 км в час и не могли прогнозировать нынешние показатели пассажиропотока. Сегодня столичные вокзалы круглосуточно обслуживают сотни тысяч человек. Многие вокзалы — архитектурные памятники своей эпохи. Часть из них занесена в реестр охраняемых объектов. Программа реконструкции предусматривает неприкосновенность исторического вида зданий с целью сохранения культурного облика городов. Тем не менее, за старинными фасадами будут размещены многофункциональные пассажирские комплексы с удобной навигацией, современными системами безопасности, комфортными залами ожидания, Wi-Fi-интернетом и зонами отдыха. Расширение и модернизация вокзалов также предусматривает внедрение массы интерактивных сервисов. Так пассажиры Сапсанов уже сегодня пользуются электронными билетами. Для посадки достаточно иметь с собой лишь паспорт. Ленинградский вокзал — старейший из всех вокзалов Москвы. Здесь реконструкция пройдет в несколько этапов, предусматривающих модернизацию коммерческих и административно-служебных площадей. Комплекс мероприятий по реконструкции непосредственным образом отразится на инвестиционной привлекательности вокзала. Стремительная динамика развития мегаполисов предусматривает качественное улучшение каждого из городских компонентов. Реконструкция и модернизация железнодорожных вокзалов — одна из множества программ, формирующих стратегию развития российских железных дорог на ближайшие десятилетия. Ее реализация позволит не только повысить комфорт каждого пассажира, но и даст мощный импульс социально-экономическому развитию субъектов страны в целом.